С целью укрепления сотрудничества по приоритетным направлениям исследований ВУЗа Мордовский университет посетили академики Российской Академии Наук Евгений Каблов и Геннадий Красников. Геннадий Яковлевич выступил с лекцией на тему «Основные тенденции и перспективы развития микро- и наноэлектроники». Лекция привлекла большое внимание со стороны студентов и преподавателей университета. Тема очень интересная, тенденция развития нано- и микроэлектроники. Я учусь на физике, думаю, что мне это в будущем пригодится. И вообще просто интересно посмотреть, что ждет в будущем это управление. Я с большим удовольствием пришел на лекцию Геннадия Яковлевича Красникова в связи с тем, что данная тема лекции связана с моей специальностью, в которой я обучаюсь. Думаю, данная лекция расширит мой культур. Академик подчеркнул актуальность такого направления науки, как микро- и наноэлектроника. Ни одна отрасль не изменила наш так социальный мир, как эта именно отрасль. И главное, что и дальнейшие десятилетия, она будет сопровождаться таким же ростом сложности интегральных схем. И они будут нас менять мир таким же темпами, как и до этого. И мы в ближайшее время будем постоянно ощущать эти изменения именно по тем продуктам, которые нас будут окружать. И в первую очередь, конечно, это персональные роботы, которые заменят персональные компьютеры. В рамках визита академики РАН посетили лаборатории ЛД-технологий, электронные микроскопии, научно-образовательный центр, высокочистые материалы и элементы волоконной оптики и лазерной техники. Гости оценили высококлассные оборудования лабораторий и пообщались с учеными Мордовского университета. То, что увидел, это говорит о серьезном уровне, которым занимаются, по крайней мере, те лаборатории, которые мне показали. И сегодняшний день я как раз взял тайм-аут, чтобы со своими специалистами обсудить и со специалистами университета те направления, где мы можем наладить эффективные взаимодействия. Академик РАН Евгений Каблов отметил, что в МГУ имени Огарева действует прекрасная система подготовки инженерных кадров. Президентам поставлена задача о необходимости улучшения и повышения инженерного образования, подготовки инженерного образования. Это такая системная задача, которая включает очень много аспектов. Мы должны в большей степени готовить инженеров, то есть людей, которые способны инициировать какие-то принципиально новые идеи. В Мордовском университете работа в плане подготовки инженеров, в плане участия в исследовательских работах очень поставлена на хорошую системную основу. Академики РАН пожелали молодым ученым-инженерам успехов, новых открытий и достижений на благо развития своей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова